День. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Всем еще раз доброго утра. Олег Вико Александр Шунин вместе с вами. Утро на Болткоме продолжается. И, конечно, вот постоянная у нас рубрика, обычно по понедельникам, рассказывает о темпах вакцинации в стране, о том, какие вакцины сейчас доступны, что сейчас происходит. Но, конечно, мы видим снижение темпов вакцинации. И, судя по тем, что все те, кто хотел пройти вакцинироваться, вакцинировались. И вот дальше вступают в силу какие-то странные правила. То есть, с одной стороны, можно использовать кнут, с другой стороны, пряник. Но вот почему-то мы наблюдаем, что какие-то лотереи, например, с розыгрышами ценных призов среди вакцинированных, не получают такого одобрения в правительстве. А, скорее, вот правительство решает действовать методом кнута. И буквально вот когда это было? Вчера утвердили новые меры, новое регулирование эпидемиологических заболеваний. И вот согласно этому постановлению, теперь будут представители определенных профессий обязаны быть вакцинированными. Будет ли это рассматриваться как, не знаю, практически запрет на профессию для тех, кто отказывается вакцинироваться по разным каким-то причинам? Я это воспринимаю несколько иначе, немного мягче. Ну, как? Во-первых, заболеваемость никуда не девается. Есть определенная группа людей, которые считают, что вируса этого нет вообще в принципе. Ну, это примерно те же самые люди, которые носят шапочки из фольги, считают, что там и спида нет и не было, это какая-то придумка фармацевтических компаний и так далее и тому подобное. То есть сплошные теории заговоров. Этих мы просто сразу выносим за скобки, эти не обсуждаются как серьезные вообще доводы и аргументы. Болезнь есть, она никуда не девается. А заболеваемость растет, нагрузка на больницы растет. Темпы и результаты вакцинации низкие по разным причинам. Кому-то не хватает информации, кому-то всегда не хватает информации. Ну, просто он держится за это как за поплавок такой. А вот-вот-вот-вот последняя такая надежда, а я недопонял, а не пойду. Кто-то пытается аргументировать, что вакцины не до конца еще показали свою безопасность и действенность. Ну, различные аргументы. С другой стороны, да, опять же, я уже упомянул, в том числе растет нагрузка на сферу здравоохранения. Люди заболевают, люди умирают. С этим нужно что-то делать. Одна из мер – это добровольно-принудительная вакцинация. К этому можно относиться как угодно, и мы относимся к этому по-разному. Кто-то поддерживает, кто-то выступает строго против. Но это один из методов. Это не запрет на профессию. Я вот так долго подводил к своей реплике. А одно из требований. Ну, ты, поступая куда-то на работу, отправляешь CV, где перечисляешь. Я там умею то-то, 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 у меня такой опыт, а еще я вакцинирован. Да, но вот речь идет о том, что если я хочу стать, например, учителем, мне говорят, что надо, а вдруг, вот я уже работаю учителем, вдруг правила меняются, и теперь мне говорят, что надо вакцинация. И это мне напоминает анекдот добровольно-принудительный, что если вы согласны, это будет добровольно, если они согласны, принудительно. Совершенно верно. И тут возникает основной вопрос этого утра, и почему мы позвали в гости адвоката Андрея Адамсона, как реагировать. Можно ли менять правила во время игры, является ли это поводом оспорить вот эти новые требования со стороны действующих работников. Ну, опять же, да, я учитель, или там нянечка, или кто угодно. Сейчас эти требования введены для педагогов, всех, для всех, кто работает в этой сфере, и даже приглашенные лекторы. Весь медицинский персонал, действительно, от помощника медсестры до главврача, хирургов и так далее, и вся сфера соц. ухода. То есть, Андрей Адамсон с нами на связи, доброе утро. Да, доброе утро. Отлично, и видно, и слышно, супер. В таком случае, вот этот главный, основной вопрос, он уже прозвучал, с удовольствием повторю. Является ли вчерашнее решение правительства поводом оспорить эти требования со стороны работников? Да, ну, смотрите, то есть, я, наверное, расскажу, наверное, в общем вам по поводу того порядка вообще оспаривания нормативных актов. Это первое, о чем вы знаете, это то, что несколько раз пытались по разным причинам собирать референдумы, но об этом вы уже знаете. Но я расскажу, наверное, о двух методах, как можно оспорить. Если мы говорим про конкретного работника, ну, допустим, если работник, ну, допустим, педагог. Педагог не согласен с этой, скажем так, законом. Но это не закон, это будет правило Кабинета министров, который я пока редакцию даже не видел. Я так понимаю, есть только пресс-релиз для прессы, и больше ничего нет. Так вот, если работник не согласен с введением этих новых требований, скажем так, да, то в этом случае, конечно, он может пойти, там, попробовать с кем-то посудиться-то, там, подать там жалобу куда-нибудь и так далее. Но если есть закон в государстве, то его надо выполнять, и ни один суд, в принципе, не удовлетворит такую жалобу, да. То есть, поэтому что делать? Есть два варианта, два подхода. Первое, мы наверняка до него с вами услышим, доберемся когда-нибудь. Кто-то обязательно обратится в Конституционный суд, то есть это я сразу могу сказать, что это будет, да. То есть, ну, наверняка, я так предугадываю, да, события. То есть, Конституционный суд рассматривает, как вы знаете, жалобы не только личностей каких-то, но и групп населения, да. Я думаю, что и какие-то политические силы или особо активные граждане обязательно обратятся. Так вот, Конституционный суд будет рассматривать, соответствует ли данная норма Конституции. То есть, соответствует ли правам человека, скажем так. То есть, если мы говорим о принудительной вакцинации, ну, давайте посмотрим, я вам, может быть, немножко объясню, как юрист, да. То есть, в чем вся соль, почему вот то, что вот Александр там сказал, шапочки на головах и так далее, да. На самом деле, те, кто говорят, что нельзя принудительную вакцинацию проводить, они правы. То есть, они правы в том, что их право, право на собственное, скажем так, тело, да, на распоряжение собственным телом, оно нарушается. То есть, они правы. И также те, кто говорят о том, что надо обязательно вводить эту вакцинацию, да, они тоже правы. Вот в этом вся большая проблема в том, что здесь сталкиваются интересы одного лица, ну, допустим, педагога. Педагог говорит, ну, неважно, там, я не хочу, не буду, не верю, там, и так далее. Ну, не играет никакой роли, да. Но, с другой стороны, идут интересы общества, ну, то есть, группы индивидов, да, то есть, например, ну, к примеру, мои права на жизнь и здоровье. Эти права тоже в Конституции закреплены. Так вот, если мы доберемся, и кто-то составит жалобу, это не так просто, конституционную жалобу на эти правила, да, то тогда Конституционный суд будет рассматривать, являются ли права вот этого конкретного, допустим, педагога или группы лиц, да, более, скажем так, соблюдаемыми, чем права общества в целом, права на жизнь и здоровье. Вот в двух словах. Я, наверное, ответил длинно, но ответил. То есть, первый шанс – это конституционная жалоба. И есть второй способ, как это сделать. Работник может, он обязан пройти все инстанции суда, судиться и жаловаться на то, что он не согласен с этой вакцинацией. И когда он пройдет в Латвии все инстанции, он может обратиться в ЕСПЧ напрямую. То есть, само лицо может составить жалобу. Жалоба может быть составлена практически на любом языке, и на русском, и на латышском, ну, так как мы с Латвии, то на латышском и на английском. И направляет эту жалобу на рассмотрение в ЕСПЧ. И тогда ЕСПЧ уже смотрит соответствие этой нормы, является ли данная норма нарушающим права человека. Хорошо, Андрей. Если с первым все понятно, это, скорее всего, коллективный иск в суд с Атверсмен, то второй способ – индивидуально. Первая ступень – куда пожаловаться на работодателя, если кто-то захочет? Трудовая инспекция, полиция? Нет, полиция ни в коем случае нет, трудовая инспекция тоже нет. То есть, ситуация очень проста. Если идет речь, скажем так, о банальном увольнении, например, работодатель говорит, ты не соответствующий больше на сегодняшний день требованиям, которые закреплены в законе, я тебя увольняю. То есть, если это происходит, то человек имеет только одну возможность. Вот это увольнение оспаривается только в суде. А, то есть, сразу в суд. Он обращается с иском в суд, подает жалобу в суд, суд эту жалобу рассматривает. Мы предусматриваем, что суд скажет, что есть закон, этот закон не был соблюден, и, соответственно, скорее всего, эта жалоба будет отклонена у работника. Но он обязан пройти эти ступени, потому что нельзя напрямую, то есть, завтра любой человек не может пойти и просто так подать жалобу в ЕСПЧ. Это невозможно. ЕСПЧ просто к ужалу... Да-да-да, я поэтому спросил, вот с чего начинать, какая первая ступень? Я рассказал, да, я рассказывал, надо пройти все ступени. Ступени – это все инстанции суда здесь, в Латвии. То есть, подается у нас, получается, трехступенчатая система первая, вторая, третья инстанции. Все инстанции проходятся. Соответственно, если все инстанции говорят, все в порядке, все соблюдено, закон есть закон, то следующая инстанция уже дальше Европа, ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. Если вдруг возникает такая спорная ситуация, что человек, может быть, по медицинским показаниям, у него какие-то заболевания, которые конфликтуют с вакцинацией, и вот даже сами врачи говорят, что, вы знаете, мы вам не советуем, все-таки может это привести к каким-то непредсказуемым последствиям. Вот в этой ситуации он может действительно быть прав? То есть, я вакцинироваться не могу по медицинским показаниям, но получается, что я теряю работу, я не хочу терять работу? Такого быть не должно, потому что есть у нас вот эти вакцинации с нотайками, вот эти пресловутые 330-е правила Кабинета министров, которые оговаривают вот эти обязательные группы, я так понимаю, там будут эти изменения, да? Так вот, в этих правилах Кабинета министра уже есть вот это то, о чем вы, Олег, говорите. Ну, есть оговорка, да. По поводу... Да, там есть такой пункт, да, там исключение есть, да, что если у персоны есть медицинские показания, то есть, допустим, аллергические реакции, там еще какие-то показания против вакцинации, то нельзя такого человека, даже если он входит в обязательные группы в вакцинации, нельзя его принудить вакцинироваться и на работе, и вне работы, и так далее. Это предусмотрено уже, в принципе, нормативным актом. Напоминаю, с нами адвокат Андрей Адамсон. Мы обсуждаем, возможно, юридические последствия вчерашнего решения правительства о конкретных группах, которые подвержены добровольно-принудительной вакцинации. И такой вопрос. Если не говорить об этих исключениях, о обыкновенных работниках, которые все-таки подпадают под эти требования, в случае увольнения полагается ли им какая-то компенсация? Ну, смотрите, если мы говорим о том, что работник в какой-то момент на основании закона перестает соответствовать требованиям закона, то никакой компенсации... Он просто не соответствует занимаемой должности, так скажем. По аналогии, вот как Александр говорит, что это новые требования, вот Олегу парировал тоже в предыдущей, скажем, в вашем диалоге, по аналогии, например, человек, работающий в сфере продовольствия, он должен иметь соответствующий сертификат, что он имеет партийка с инвентарной раздренности, то есть специальное разрешение на работу. Скажем, мы можем это приравнивать к этому же самому. Мы можем говорить о том, что человек не вакцинирован, то в этой ситуации правительство вводит новые требования к определенным группам, к определенным профессиям, что это является обязательным требованием. Если ты как работник этим требованиям не соответствуешь, то, соответственно, ты не соответствуешь занимаемой должности, и тогда никакой компенсации тебе, в принципе, не полагается. Только те, которые касаются неиспользованного отпуска, как обычно, и так далее, то человек просто увольняется. То есть пока давайте дождемся редакции, посмотрим, как это будет регулировано. Пока этого я не видел, как это юридически сформулировано. Может ли возникнуть ситуация, когда этот список профессий будет расширяться и начинается с нескольких позиций, а потом все больше и больше? И поскольку сейчас, ну, это оправдывается действительно тем, что эти профессии связаны с контактом с большим количеством людей, и напрямую от этого зависят, в общем-то, здоровье окружающих, но если вдруг этот список будет достаточно, ну, трактоваться широко, в него будут включаться все новые и новые профессии, можно ли это оспорить? Вот именно позиции того, что эта профессия не предусматривает большого количества контактов с людьми, и вот в данном случае это, ну, нарушение вот моих прав. Ну, Олег, я вам скажу так. Меня вот в этом повещении, которое было, да, меня больше всего напрягает уже довольно широкий лист, скажем так, круг лиц. Потому что помимо того, что определены профессии и области, да, там есть еще одно, может быть, вы так не упустили, один такой важный момент, на мой взгляд, то есть этот круг лиц уже сейчас не ограничен, в принципе. Там написано следующее о том, что будут введены правила, при которых любой практически работодатель, который считает, что его работники, ну, неважно, любой сферы, его работники сталкиваются с каким-то количеством людей, они уже могут это вводить. То есть, по сути, я думаю, что расширения вот этого круга лиц не будет, но вот эти широкие возможности, они меня больше пугают, да. А, то есть там есть какая-то возможность трактовки вольной достаточно. Трактование, да, вот как это будет введено, как это все будет трактоваться, потому что мы же не знаем, работодатели тоже есть разные, да, и мы не знаем, как это будет в дальнейшем. Ну, я надеюсь все-таки на какое-то благоразумие, но все равно мы с вами не знаем, может быть, о том, что будут какие-то неформальные указания, да, каким-то, скажем, предприятиям, которые не являются государственными, но у которых государственный капитал, например, да, то есть будут какие-то неформальные указания на введение этих требований и так далее. То есть вот эта широкая трактовка, мне кажется, она, ну, не совсем, ну, скажем, я не знаю, как она будет описана, но она… Ну, да, есть нюанс. Да, не совсем состоятельно, мне кажется, да, то есть вот это широкое трактование, да. Но ведь на самом деле это не изобретение Латвии, наверняка, похожий опыт уже внедряется в европейских странах. Вот если, ну, у нас буквально осталось две минуты, нам показывают, вот прецеденты в Европе, как реагируют европейцы на подобное ограничение? Ну, я не изучал, я не могу вам сказать за всех европейцев, мне трудно сказать, но наверняка мы черпаем опыт откуда-то, и, конечно, ну, может быть, я немножко еще оговорюсь. Тут очень важный момент, который будет, кстати, если мы дойдем до конституционного суда, до суда Сатверсма, то, что будут оцениваться как раз-таки вот эти все медицинские объективные факторы. Это не то, что кто-то сказал, да, то есть, или кто-то там прокричал громко в интернете где-нибудь или на улице, да, тут будут оцениваться, наверное, все-таки объективные медицинские показания. То есть, и, наверное, если все-таки Европа и большинство стран европейских именно с точки зрения медицины поддерживают такой подход, то, наверное, с ним сложно не согласиться. Хорошо, мы... Извините, не вовремя поперхнулся, прямо заслушался. Интересно, интересно рассказывал адвокат Андрей Адамсон. Огромное спасибо, что были с нами, прокомментировали. А как раз пришла новость. Агентство Лето посмотрело параллельно нашему эфиру. Идет утренний эфир на телеканале ТВ3, где выступал премьер-министр Кришинис Каринш. И он заявил, что вот то, что вчера правительство решило, это как бы намек тому, что пришло время вакцинироваться. И, отвечая на вопрос, не уйдет ли, например, после введения этой обязательной вакцинации некоторые учителя с работы или медики, Каринш заявил следующее, прямо цитата. Большинство людей поймут, что им выгоднее и лучше пройти вакцинацию. Так, эти полчаса мы заканчиваем. Объявляется небольшая пауза, после которой у нас очередная острая животрепещущая тема. Столбики и велодорожки. Куда же мы денемся без них? Вчера подана в Рижскую думу была новая инициатива о строительстве велодорожек на улице Бривибас. А пару дней назад транспортный комитет той же самой столичной мэрии обсуждал будущее улицы Крышин-Барна, ее пешеходное будущее. С этими нюансами будем разбираться, расспросим Олафа Пулукса о главу транспортного комитета Рижской думы. Утро... Утро...